Друзья, приветствую! Сергей из Москвы прислал посылку с образцами масла Матюль 8100 ЭКОНЕРДЖИ 530. Это полнозольное масло А5Б5. Так, сейчас вот покажу. Два листочка здесь. Описание автомобиля, условия эксплуатации подробное. Значит, это Kia Optima 2020 года 2.4 GDI. Так, и второй листок с описанием самого масла. Я забыл его вам показать. Так, вскрываю коробочку. Тут две баночки свежая отработка. Так они выглядят. Данного масла еще не было, поэтому сейчас первым делом я создам эталон, обновив спектр на болванке. И посмотрим, что намерит прибор. Так, закладываю пару капель. Прибор измеряет спектр. Вот такая спектрограмма. Каких-то эстеров я не вижу здесь. Такой обычный 0,08 этот пик эстеровый. Ну, такое. В общем-то, ничего такого нету. Далее выбираю это масло. Пункты, по которым анализироваться будет. И вот, что намерил прибор. 111 процентов по противоизносным присадкам. Да, такой хороший уровень. Корректирую, выставляю его в 100 процентов, как уровень отсчета, скажем так. Далее гликоль там тоже уехал в сторону. Сейчас выставлю нули. И обратите внимание. Значит, кислотное 1,72 и щелочное 10,1. Сам производитель заявляет щелочное 10,2. То есть, мне кажется, цифры более чем достоверные. Вот, видите, нет эстеров и сразу как бы результаты совершенно-совершенно правдоподобные, скажем так. Поэтому я даже корректировать не стал. Оставил 10,1 и 1,72 кислотное. Так, все. Можно проверять. Это Kia Optima 2020 года. Мотор, как я уже сказал, бензиновый. Пробег на масле практически 83 тысячи километров. Чуть более 7000. Общий пробег 83. Пробег на масле чуть более 7000. 273 моточаса. 9,9 это средний расход. Использовался с февраля по май 22 года. И 120 миллилитров до лита. Так, смотрите. Противоизносных присадок 37 процентов. Гликоли две десятые. Сажа четыре сотые. Нормальный процесс сгорания для города вообще в порядке, учитывая моточасы. То есть, ну, вопросов нет. Значит, нарастает, ну, практически на единицу, чуть более единицы кислотное наросло. Учитывая такой пробег тоже, как бы, вопросов нет. Нормально окисляется, держится масло хорошо. Ну, и щелочное чуть более чем в два раза упало. Ну, тоже, подчеркиваю, 273. Серьезные моточасы. Так, значит, вопрос только по гликоле. Но вот Сергей написал, что он использует масло Роснефть и Газпром. Причем, фирменные пульсары от Роснефти и G-Drive от Газпром. Надо понаблюдать. Но, возможно, это как бы вот присадочка какая-то топливная так себя проявляет. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Баночки такие достаточно удобные. Хотя, не совсем получается. Так, заложил свежую отработку. Давайте посмотрим. Да, видно разжижение. Ну, понятно, 95 процентов городской езды, как написано у Сергея. То есть, вопросов тут нет. Вот, мотору сложно прогреть сильно масло, чтобы выпарить топливо. Все, конденсат, который образуется там ночью, от перепадов температуры. Ну, и атмосферная влага. Там, когда идет дождь, в масле повышается уровень влаги. Да, не забывайте отмечать видео, подписываться на канал, нажимайте колокольчик. Так, не пропустите новые видео. Ну, и сейчас покажу вам прогноз, который у меня получился. Смотрите, моющие нейтрализующие свойства в этом автомобиле, в этих условиях эксплуатации, 9400, достойно, 365 моточасов. Отличный результат, как мне кажется. Значит, нейтрование 11 практически 300 километров, 437 моточасов. Ну, чаще всего так и бывает в бензиновых, там, 400-500 чаще всего. Ну, и 700 с плюсом по вязкости для города. Ну, тоже нормальный результат. На мой взгляд, масло отработало хорошо. Ну, это полнозольное масло с хорошим таким запасом, значит, щелочного, достаточно невысокое, значит, кислотное. И вот эта разница между щелочным и кислотным, как бы, такая, такое хорошее. Ну, по мотору, что можно сказать, по мотору проблем тут особых я не вижу. Вот единственная гликоль. Ну, повторюсь, я думаю, что, скорее всего, это присадки из фирменных топлив. Значит, процесс сгорания нормально происходит. Ну, вот, а, да, еще такой можно момент обратить внимание, 37 по противоизносным присадкам. Не знаю, может быть, конечно, может быть, конечно, какие-то небольшие там есть, шероховатости в моторе. Куда-то же, по идее, девается противоизнос. Вот, а так масло крепкое, мотор живой. Проблем особых не вижу. Вот такой получился тест. Благодарю Сергея за предоставленные образцы, за поддержку канала. Все, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!